Общественники против снежных завалов и сосулек, представители Общероссийского народного фронта, готовы указывать коммунальщикам на традиционные зимние проблемы и называют проблемные адреса, которых немало. Особенно в микрорайонах со старым жилым фондом. Сосульки порой просто закрывают вид из окна, говорят жители многих домов по улице Герасимова. И они, пожалуй, не преувеличивают. А еще огромные сосульки – это и потенциальная опасность для прохожих и другие беды. В одном из домов, например, как ни странно, проблем добавил ремонт кровли. Нас заливает еще больше, чем со старой крышей. Как начинается стаяние снега, так я дежурю неделями на чердаке. Сливаю каждые три часа по два ведра. Вот. И остальное все течет в квартиру. А засульки-то падают? Падают, конечно. Когда начинается стаяние снега, сосульки падают. С дома номер три. Порябиково сосульки сбивают. Но здесь есть и другие проблемы, о которых жители, по их словам, сообщают во всей инстанции. С представителями ОНФ понимание найти удалось. Обитатели этого дома рассказывают, что зимой во дворе попросту сложно пройти. Вот хорошо, что сейчас снег только начался. Если снег идет, 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 то машины переминают эту дорогу. Переминают. Естественно, нельзя пройти никуда. Ни в ту сторону, ни в другую сторону. Потому что, как говорится, к мусорке. Вот люди жалуются, к мусорке не могут пройти. Правильно. А как они пройдут? Потому что сейчас переминается. Переминается и по многим другим адресам. Откуда поступают сигналы активистам Общероссийского народного фронта. Эти кадры сняты на перекрестке Автозаводской и Октябрьской. Здесь находится социальный объект школы номер 37. И здесь идет дорога в школу. А мы видим, что дома здесь старые. И обычно на старых домах ледяные наросты, сосульки. И все это очень опасно. И самое интересное, что здесь все предупреждения, я так понимаю, только вот одной табличкой. Осторожно, сход снега и сосульки. Представители ОНФ намерены представить властям список проблемных адресов и собираются контролировать решение этих вопросов. Игорь Кранцев, Александр Рассокин, Вести Ульяновск.